неотъемлемой частью жизни является разного рода проблемы в общении недопонимания конфликты интересов ссоры и многое другое однако всем нам хотелось бы их минимизировать научиться спокойно реагировать на тревожащие ситуации и обладать самоконтролем и этому мы можем научиться у японцев самураев японская культура сейчас становится общемировой еда кино аниме игры все это незаметно проникла в нашу повседневную жизнь но мы сконцентрируемся не на индустрии развлечений а на способах общения и налаживания коммуникации вы конечно слышали про самурай самурай должен быть не только самоотверженно служить своему вассалу но и быть сдержанным и защищать свою честь и достоинство самурай это не просто мужчина в доспехах с мечом воин обладающий лишь грубой силой не достоин звания самурая сила самурая сводилась не к оружию к умению анализировать ситуацию и правильно себя вести именно самурая представители привилегированной аристократической военной касты оказали решающее влияние на формирование японской культуры и устройство общества вы спросите а причем тут самурая сергей и современные способы общения сейчас конечно сыпуку уже не делают да и самураев можно встретить разве что в тематических парках но многие устой и традиции общению самураев перекочевали в современность и именно о них я хочу рассказать в этом ролике это новая рубрика где я анализирую особенности общения в разных культурах и сообществах пожалуйста если это видео вам понравится обязательно проявите активность там не знаю поставьте лайк чтобы я знал что рубрику стоит продолжать потому что много есть о чем интересного рассказать и так какие правила и нормы поведения сложились самураев что помогало им оставаться спокойными перед лицом трудностей какие ритуалы и техники самураи использовали чтобы противостоять противникам не только физически но и психологически давайте рассмотрим контроль эмоций и поведение через призму японской культуры путь самурая это не только боевое искусство и физическая сила это путь внутреннего мастерства победа над своими страхами страстями и слабостями самурай понимает что его главный брак это он сам его эмоции мысли сомнений они могут стать союзниками а могут разрушить его изнутри если он потеряет контроль задумывались ли вы почему даже в самые спокойные моменты нас часто терзают тревоги и сомнения бывает ли у вас чувство что ваши мысли это бесконечная борьба из которой трудно выбраться вы когда-нибудь чувствовали что ваши собственные эмоции как и страхи мешают вам двигаться вперед ставят преграды там где хотелось бы увидеть свободу как будто внутри нас живет незримый враг который управляет нашу жизнь и он скрыт где-то в глубине разума когнитивно-поведенческой терапии помогает распознать и укротить этого внутреннего врага который мешает жить полной жизнью кпт это один из самых эффективных подходов для работы с тревожностью депрессии и стресса в академии надпо где я сам проходил обучение можно освоить этот современный кодекс который дает контроль над мыслями и эмоциями возвращая силу и уверенность сегодня специалисты по кпт востребованы в 2023 году на хр.ру уже было более трех тысяч вакансий по этой теме и спрос у лик растет на курсе от надпо вы получите все необходимое чтобы начать карьеру диплом подтверждающий квалификацию который позволяет вести практику и оказывать профессиональные услуги а также не нужно забывать про знание которое сделает вас востребованным профессионалом программа курса охватывает кпт от теории до практики вы научитесь распознавать когнитивные искажения те самые модели мышления которые могут портить жизнь и освоите техники помогающие иначе смотреть на мир практическая часть курса включает навыки эмпатии активного слушания и создание безопасной атмосферы для клиента то без чего работа психолога невозможно в процессе обучения у вас будут занятия супервизии и практику мы в небольших группах под руководством опытных психотерапевт если что-то останется непонятным можно обратиться к личному куратору который поддерживает на каждом этапе курс подходит как для тех кто хочет сменить профессию так и для тех кто уже работает в сфере психологии и стремится к новым знаниям если вам всегда было интересно психологии и вы хотите понять почему люди ведут себя так как ведут это то что стоит попробовать академия надпор работает с 2018 года и за это время обучила десятки тысяч специалистов по всей стране чтобы узнать больше о курсе и его возможностях то переходите по ссылке в описании и осканируйте qr-код а еще вас ждет бонус скидка 5 процентов на обучение по промокоду mental 1 это возможность начать путь в одном из самых востребованных методов современной психотерапии терапии мы привыкли думать о самураях как о войнах которые проявляют мудрость и смирение на поле боя на самурае осознали важность изучения философии и кодекса поведения не сразу это понимание формировалось на протяжении нескольких веков сначала самураи были просто наемниками которые служили феодалам однако со временем когда прямые военные конфликты стали редкостью самураи столкнулись с необходимостью переосмыслить свою роль в обществе итогом самурайской философии стала оформление кодекса поведения бусидо кодекс бусидо не был создан в один момент или одним человеком это был многовековой процесс которым участвовали философы полководцы и сами самураи потребовалось пять веков военного правления чтобы выработать эталон безупречного поведения воина самурая составить поучение нравственного и практического характера определить личные профессиональные и социальные стандарты бусидо возник как ответ на потребность в установлении моральных принципов и четких норм поведения для самураев живущих в эпоху когда общество нуждалось в стабильности дисциплине кодекс охватывал практически все сферы жизни регулируя не только военную этику но и повседневное поведение и личные ценности формально бусидо как свод не существовал он был собран по частям в текстах и наставлениях самураев среди них древние тексты хагакуре ямамото ценотомо и го рин но сё книга пяти колец миямато мусаси а также труды японского просветителя нетобе инадзо который написал книгу бусидо душа японии где систематизирую философию самураев для западной аудитории эти тексты не были кодексами в строгом смысле но они задокументировали взгляды на жизнь и войну которыми жили самураи например сонатомо считал что самурай должен каждый день думать о смерти чтобы быть готовым отдать свою жизнь без страха это подчеркивало идею полного самопожертвования и преданности бусидо сложился на пересечении нескольких философий конфуцианство буддизма синтаизма а также японских традиций каждый из которых добавляла какие-то свои уникальные элементы конфуцианство пришедшие из китая пропагандировала такие качества как верность уважение к старшим строгое следование иерархии а также идея служения обществу конфуцианская система ценности была адаптирована для японского военного сословия чтобы создать структуру в которой самураи служили своим даймё с абсолютной преданностью это было важно для контроля самураев чтобы они не поддавались личным амбициям а работали на благо своих господ буддизм в особенности дзен буддизм привнес идеи контроля над желаниями и эмоций дзен учил самураев практиковать медитацию и достигать внутреннего спокойствия не зависящего от внешних обстоятельств это помогало воинам оставаться хладнокровными в бою а также выдерживать строгую дисциплину и трудности повседневной жизни в условиях частых войн и конфликтов буддийское понимание переходящего характера жизни помогало им принимать смерть как часть существования не бояться ее и концентрироваться на своем долге синтаизм добавил элемент уважения к природе традициям и предкам что усилило чувство долга перед родиной и наследием синтаистские идеи о чистоте и поддержании внутренней гармонии отражались в поведении самураев включая их строгий контроль над собой и внимательное отношение к своей части для многих самураев переход бусидо не был легким они годами воспитывали себя через медитацию боевое искусство и поэзию обучение также включало занятия каллиграфии и стихосложения такое развитие помогало самурая управлять не только телом но и имом формируя личность способную глубокому самоконтролю и созерцательности важным было умение контролировать свои эмоции чтобы сохранять самообладание в сложных ситуациях будь то на поле боя или предварительно это позволяло самураем принимать обдуманное решение демонстрировать уважение к противнику и сохранять свою честь таким образом корни бусидо кроется в исторической необходимости самураев найти свое место в обществе и в условиях мира и служить примером для подражания в мирной жизни параллели с бусидо можно найти и в других культурах одним из таких примеров является рыцарский кодекс в европе особенно в средние века как и самураи европейские рыцари придерживались моральных и этических норм основанных на верности своему господину защите слабых и соблюдение чести этот кодекс также требовал от рыцарей самообладание и самоконтроля хотя акцент больше делался на служение даме сердце и христианских добродетелях в исламском мире существовал аналогичный кодекс для воинов например среди мамлюков и других военных сословий который основывался на уважении старшим строгой дисциплине и защите вер они почитали такие качества как преданности честь и как и самураи считали что потери чести хуже смерти сходство между этими кодексами в том что они появлялись в условиях жестких иерархий и постоянных конфликтов это требовало от воинов не только физических навыков но и моральных качеств чтобы выстоять в ситуациях где агрессия могла разрушить общество изнутри и в этом видео я хочу коснуться только тех пунктов кодекса бусидо которые непосредственно связаны с коммуникацией тех где люди в том или ином виде взаимодействуют друг с другом самурай о котором я расскажу далее придерживался одного из ключевых принципов кодекса бусидо театома хидайоси вошел в историю как объединитель японии он одержал победу над могучным кланом море необычным образом вместо кровопролитного боя он решил применить хитроумный план хидайоси приказал построить и дамбы чтобы затопить замок такомацу крепости врага отрезав противнику запасы и надежду на быстрое спасение обессиленные и деморализованные воины море в конце концов сдались так и не сразившись в открытой битве хидайоси показал что сила самурая заключается не в оружии а в умении обойти прямой конфликт и все равно добиться своего как у самураев в прошлом так и у современных японцев настоящим прослеживается принцип избегания конфликтов это похоже на некий танец света и тени чтобы избежать тени то есть конфликта нужно поглотить ее светом то есть найти такое решение которое нейтрализует конфликт или поможет решить его раньше чем он начался самурай не вступает в конфликты которые могут привести к ситуации когда его честь окажется под угрозой но почему этот принцип вывели именно самураи боинственное сословие разве цель самураев не заключалась в решении конфликтов сил дело в том что многие самураи верили что достижение победы без боя показывает большую мудрость и стратегическое мышление чем прямая конфронтация вспомните историю хидайоси за счет чего достигается принцип бесконфликтность эта установка тесно связана с держанностью и спокойствием самураев она служила основой для поддержания их внутренней гармонии и контроля над эмоцией сдержанность воспринималась не только как способ избежать ненужных конфликтов но и как путь достижение внутренней дисциплины необходимой для сохранения честь сдержанность позволяла самураем действовать осознанно и не поддаваться эмоциям сохраняя рациональность и способность избегать импульсивных действий это самообладание помогало избегать конфликтов и действовать стратегически а не реагировать эмоционально самураи имели несколько особых ритуалов принципов и практик которые выходили за рамки кодекса бусидо но были направлены на поддержание их психологической устойчивости самоконтроля и стратегического мышления одним из самых важных ритуалов была практика дзадзен форма дзен медитации направленная на получение очищения разума и достижение состояния пустоты в отличие от пассивной медитации дзадзен активно тренировал и развивая способность самурая быть здесь и сейчас концентрироваться на текущий момент это делало самураев невосприимчивым к страху или панике в бою помогало сохранять хладнокровие действовать без лишних эмоциональных реакций другой интересный принцип фудашин что означает недвижимый ум это состояние полной устойчивости к провокациям и внешним раздражителям позволяющий оставаться абсолютно спокойным несмотря на угрозу или насмешки со стороны противника или каких-то других людей это помогало избегать ненужных столкновений фудашин это форма высших контроля эмоций которую самураи тренировали годами чтобы не позволять гневу страху или эго управлять их решением коммуникации это буквально дает броню когда человек остается невозмутимым независимо от того как его пытается выбить из равновесия этот принцип активно используется и в современной психологии например техниках работы с агрессией где важна стабильность перед лицом давления нельзя не упомянуть и еще один самурайский элемент контроля эмоций сатори что можно перевести как просветление самураи стремились к пониманию своей смертности и даже использовали мысленные практики где они представляли свою смерть мельчайших подробностях чтобы избавить от страха перед это позволяло им действовать уверенно и хладнокровно такой подход не только развивал бесстрашие но и помогал сохранять высокую продуктивность стрессовых ситуациях современные специалисты по стресс менеджменту иногда используют похожие методы приучая людей проживать свои страхи чтобы ослабить их влияние и конфликтность и сдержанность были не просто чертами поведения стратегии которая позволяла сохранять контроль над ситуацией и одновременно поддерживать баланс и уважение в отношениях современной японии также прослеживается такая черта как бесконфликтность японцы делают все чтобы не вступать в спор и не навязывать свое мнение собеседнику дело в том что в японском обществе гораздо важнее сохранить благополучие отношений и собственное равновесие чем кому-то что-то доказать это философия призывает нас смотреть на другого человека не как на врага которого надо победить а как на партнера с которым предстоит идти по одному пути но даже если уходить от большинства конфликтов прямое столкновение рано или поздно может произойти что делать тогда и на этот вопрос есть ответ в кодексе бусидо не вступай в бой пока не приготовите все для победы необдуманный поступок самое плохое что мог совершить самурай подготовка к разговору такая же важная часть как и сам разговор как ни странно но избегание конфликтов может приводить как к улучшению так и к ухудшению отношений у этого принципа поведения есть и обратная сторона в результате такой эмоциональной изоляции где приписывается сдержанность чувства избегания конфликтов японцы склонны избегать прямых выражений негативных эмоций что может привести к накоплению напряжения и нежелание обсуждать проблемы подобное подавление эмоций способно вызвать внутренний стресс когда человек избегает обсуждения важных вопросов это может приводить к снижению качества взаимодействия ведь многие проблемы остаются нерешенными а недовольство не высказаны и тем не менее у этого правила поведения есть одно важное достоинство он позволяет если не избежать абсолютно всех столкновений то по крайней мере отбросить в сторону потенциальные ссоры и разногласия которые точно не стоят нашего внимания правильно ли выразить недовольство работой вашего коллеги вполне возможно что давить от осложнений коллектива зависит успех реализации всего проекта стоит ли устраивать скандал из-за неправильно понятых слов которые можно разъяснить тут уже решение за вами инамото но юси цунэ был прославленным самураем одно имя которого наводило страх на врагов его брат был его союзником но амбиции недоверие превратили их противников юси цунэ знал что выхода нет его верные вассалы уже пали предпочтя смерть плену и теперь настал его черед соблюдать кодекс которому он следовал всю жизнь спокойно и решительно он взял короткий меч и опустился на колени в этот момент он думал не о страхе а чести и долги которые ему предстояло выполнить это был не акт отчаяния а последнее проявление непокорности самурая можно было победить но его честь нельзя было отнять он совершил сапуку случае когда честь и репутация самурая была очернена кодекс бусидо указывал ему путь искупления и давал возможность умереть с честью самурая должен был совершить ритуальное самоубийство этот способ восстановить репутацию и честь считался привилегии самураев сейчас если кто-то и делает сапуку это вызывает шок в обществе она уже давно не рассматривается как нечто нормальное однако для современных японцев по-прежнему важны такие понятия как честь достоинство и уважение но проявляются они по-другому про концепт уважения и о том как уважение используют в качестве манипуляции я уже рассказывал в одном из выпусков на канале поэтому останавливаться подробно я и буду скажу лишь что в японской культуре есть свои особенности проявления уважения представьте что вы смотрите в зеркало но вместо своего отражения вы видите лицо своего собеседника вы замечаете на нем мельчайшие нюансы каждый оттенок эмоций и изменений мимики чтобы отражение собеседника оставалось спокойным вы стараетесь контролирует свои собственные движения выражения собеседник от зеркала отражение внутреннего состояния говорящего если человек показывает раздражение или недовольство он увидит его в зеркале и это приведет к потере лица обеих сторон но если он будет держаться сдержанно и вежливо отражение останется спокойным и гармоничным не нарушая внутреннего мира человека это образ описывающий как в японской культуре важен принцип сохранения лица согласно этому принципу стоит избегать ситуации из-за которых вам может быть стыдно и ситуации которые могут опорочить вашу честь это возвращает нас к первому принципу который гласит что любые действия важно предварительно обдумать и проанализировать но тут есть один важный нюанс под сохранением лица имеется в виду не только и даже не столько свое лицо сколько лицо собеседника японцы предпочитают избегать ситуации которые поставят других в невыгодное или неудобное положение потому что это может повредить их лицо им свойственно сглаживать углы особенно в неприятных коммуникативных ситуациях так они сохраняют честь и достоинство свое и собеседника поведение современных японцев словно заточено на то чтобы сохранить хорошие отношения с окружающими и быть с ними в согласии также в японской культуре особое значение придается понятию хансей саморефлексии и размышлением этот процессом анализа когда человек обращает взгляд внутрь себя и размышляет не только над ошибками но и над победами случае ошибки важно найти способ устранить проблемы в случае удачного исхода понять как это произошло чтобы иметь возможность его повторить хансей напрямую связан с контролем эмоции так как эта практика учит анализировать себя перед тем как действовать чтобы сохранить свое лицо и лицо собеседника этот процесс помогает развивать осознанность умение управлять эмоции поскольку регулярное осмысление собственных поступков позволяет обнаружить моменты когда негативные эмоции или импульсивные решения могли бы повлиять на исход взаимодействия после сражений самураи часто анализировали свои действия и действия противника похожего на наш современный разбор полет самураи записывали свои ошибки и успехи а также детали о поведении противника этот ритуал позволял учиться на своем опыте улучшать стратегии а также тренировать критическое мышление это укрепляло способность самурая оценивать свои решения и поступки что становилось мощным инструментом для самосовершенствования и улучшения в бою благодаря хансей человек привыкает делать паузу перед принятием решения подобно тому как самураи обдумывали свои действия это создает своего рода уже фильтр через который эмоции пропускаются осознанно и издержанно что помогает избежать реакции сгоряча и управлять эмоциональными всплесками практика хансей предполагает также анализ того какие именно ситуации вызвали сильные эмоциональные реакции чтобы в дальнейшем избегать повторения этих сценариев это помогает человеку осознать что именно вызывает у него и окружающих сильные эмоции и разработать собственные методы их контроля но и здесь не все так просто исследователи отмечают что в японском обществе из-за концепта сохранения лица то есть чести и достоинства уровень социального давления крайне высокой нельзя спорить с тем кто выше вас по статусу даже если он не прав неприемлемо выражать свое мнение если оно расходится с мнением большинства и если это нарушит гармонию в коллективе сохранить свое чужое лицо безусловно важно но часто это делается в ущерб собственным интересам стремление сохранить лицо может трансформироваться в конформизм и нежелание выделяться даже если это означает подавление своих собственных желаний и мнений подчинение коллективу часто становится приоритетом над личной самореализации что ограничивает развитие индивидуальности примеры менее радикальных но также порой чрезмерных проявлений самоотверженности или потери лица можно найти в других культурах например в западной культуре человек может выйти в оставку в знак протеста иногда высокопоставленные чиновники военные или корпоративные лидеры уходят с должности если они не согласны с политикой компании хотя это действие не настолько радикально как сыпуку она может быть эмоционально трудным особенно если человек жертвует успешной карьерой ради принципов то есть чтобы сохранить лицо иногда люди ради принципов отказываются принимать помощь даже если она действительно им нужна чтобы также не повредить свое лицо это такой психологический аналог сыпуку где человек настаивает на своей автономии и независимости несмотря на личные трудности порой в ущерб себе и своим близким таких случаях можно говорить о том что стремление к чести или принципиальности пересекает границу разумного если рассматривать это с точки зрения психологических механизмов то многие из таких поступков связаны с концепцией чести и самоуважения которые становятся настолько сильными что доминируют над рациональностью здесь срабатывают внутренние установки и давление социального окружения люди чувствуют что их действие является вопросом идентичности лица которые они показывают миру современной психологии это можно объяснить феноменом когнитивного диссонанса и сохранения самоуважения например когда человек попадает в ситуацию где его ценности и действия противоречат друг другу он может принимать крайне решительные меры чтобы вернуть гармонию в случае сыпуку или аналогичных самоограничений это может восприниматься как единственный способ сохранить внутреннюю целостность и общественное уважение с одной стороны это показывает силу убеждений но с другой создает склонность к самопожертвованию который становится мягко говоря не всегда продуктивным в реальной жизни многие сталкиваются с этим виде тихих жертв к примеру кто-то может продолжать работать на истощающей работе чтобы доказать свою стойкость или потому что боится осуждение то есть потери лица здесь проблема в неспособности найти баланс между сохранением своих убеждений и реальной ценностью такого поступка для себя и окружающихся то что для окружающих выглядит благородно для самого человека может стать тяжелой ноши когда самураи поступает на службу к феодалу он кланяется ему верности и дает ему свое слово самураи всегда следует данному обещанию чтобы не опоручить собственную честь и не подвести тех кто ему доверился в культуре самураев слова человека было прямым отражением его характера и соблюдению обещаний считалось неотъемлемым для поддержания личной чести и уважения общества для самурая отказ от обещания мог стать причиной позора не только для него но и для всей его семьи и клана поэтому обязательство данное самураем считалось нерушимым вера в то что каждый поступок отражает личность человека заставляла самураев контролировать эмоции демонстрировать выдержку при выборе слов соблюдение слова также имело и практическое значение феодальной системе доверие было важно для поддержания отношений между самураями и союзниками постоянно демонстрация надежности не только защищала личную репутацию самураев но и способствовала социальной стабильности в обществе современной японии выполнение обещаний является одной из важнейших социокультурных ценностей обещание имеет особое значение и рассматриваются как нечто большее чем просто слова для японцев выполнение обещания также связано с понятием чести и опять же сохранением лица о которых я уже говорил нарушение обещания может привести к потере лица и считаться серьезным проступком в этом контексте обязательства часто воспринимается как личная ответственность и к ним относятся с большей серьезностью японцы склонны избегать прямых отказов и использовать уклончивые фразы чтобы не давать прямое обещание если есть вероятность что они не смогут его выполнить это делается для того чтобы избежать неловкости и предотвратить возможное нарушение слова таким образом если японец действительно дает обещание это означает что он будет прикладывать максимум усилий чтобы его сдержать бусидо верной своему слову тесно связано с контролем эмоций этот принцип требовал от самурая строкой самодисциплины чтобы быть последовательным в своих поступках и сдерживать обещания самураям приходилось отбрасывать импульсивность и личные переживания на второй план чтобы они не мешали выполнению основных обязательств верность своему слову указывает на такой важный коммуникативный навык как договороспособность договороспособный человек умеет учитывать интересы обеих сторон и стремится к тому чтобы договоренности были четкими и устойчивыми это качество помогает избегать конфликтов лучше понимать ожидания друг друга и снижать риск недопонимания сами по себе обещания могут быть неформальными но японцы стараются избегать ситуации когда выполнение данного слова становится невозможным потому что это может нанести ущерб их репутации и доверия обещание наделяется большой силой и становится неким фильтром через который проходят слова и мысли человек у которого этот фильтр работает перед тем как что-то сказать как бы останавливается и задает тебе вопрос какие обещания готов дать а какие нет но будем честны иногда сами японцы да и не только они используют обещание как инструмент манипуляции можно вынудить человека что-то пообещать а он стремление сохранить свое лицо и лицо собеседника не сможет отказать обещания могут создавать дисбаланс когда в отношениях один чувствует себя обязанным другом именно поэтому так важно пропускать потенциальное обещание через фильтр и продумывать возможность их выполнения и все же почему для японцев так важно держать обещание ответ кроется еще одном принципе из кодекса бусидо у самурая была только одна жизненная цель защищать своего господина и быть преданным ему бусидо подчеркивал важность таких добродетелей как верность преданность своему вассалу самопожертвование дисциплины самурая считались воплощением служение чести а их безусловная преданность господам воспринималась как обязательное качество кроме того самурая видели свои действия как продолжение лояльности к своему господину сообществу и предкам понятие гири или долга и обязательство было первостепенным проявляя его самурая поддерживали верность и уважение к тем кому они служили нередко даже жертвуя своей жизни когда эпоха самураев подошла к концу элементы бусидо были ассимилированы в культуру и повседневную жизнь японцев эти принципы были частично перенесены на отношения в обществе и трудовую этику в частности корпоративной культуре японии можно увидеть параллели с бусидо преданность компании длительная работа на одном месте и безоговорочная верность коллектива современном прочтении верность это преданы своему делу работе лояльность коллективу и семье таким образом мы постоянно стремимся к совершенству к совершенству в самом главном своей работе благодаря укоренившейся в японской культуре преданности межличностные отношения часто строится на долгосрочной основе крайне высоко ценится не мимолетные а крепкие связи это подразумевает сильную взаимную привязанность и готовность поддерживать друг друга даже в сложные времена деловых отношениях например такие связи могут проявляться в виде длительных партнерств которые выстраиваются десятилетиями у такой сильной преданности есть один неочевидный плюс преданность способствует более конструктивному подходу к решению проблем люди которые ценят преданность своих партнеров склонны к более мирному и разумному обсуждению разногласий что снижает вероятность столкновений а это возвращает нас к первому принципу кодекса гуси до избегания конфликта люди стремящиеся к преданности могут чувствовать необходимость контролировать свои эмоции чтобы не подвести тех с кем строят отношения это приводит к тому что они становятся более внимательны и к эмоциональному состоянию друг но стоит ли говорить что чрезмерный перфекционизм и самопожертвование ведут к выгоранию в японской культуре для этого даже есть особое слово карось смерть от переутомления люди стремятся к идеальной работе даже если это означает жертвовать своим здоровьем или личной жизнью преданность компании обязательства перед ней могут привести к игнорированию собственных потребностей в обществе где подчинение коллективу ценится выше индивидуальности такие проблемы как отказ от отпуска или переработки становится нормой порой даже без вознаграждения принципы кодекса гуси до продолжает оказывать влияние на японское общество прививая ценности самоконтроля и сдержанности такие аспекты как избегание конфликтов сохранение лица верность слову и преданность стали неотъемлемыми элементами японской коммуникации с одной стороны японская культура призывает нас к поиску внутреннего баланса и благополучия но с другой мы можем видеть крайние проявления этих принципов когда подавляются личные чувства и потребности личности с точки зрения исторических данных самураи действительно выделяли среди других социальных слоев японского общества за счет самоконтроля выдержки и преданности кодексу чести но нельзя сказать что гуси до магически превращал их сверх людей они скорее приобрели уникальные психологические и социальные навыки которые давали определенные преимущества особенно в боевых напряженных ситуациях во-первых кодекс гуси до помогал самураям выстраивать авторитет и уважение благодаря строгим правилам самоконтроля и уважение к противнику они становились своего рода эталонами чести и люди часто доверяли это влияние можно было наблюдать в мирное время когда самураи выполняли функции не только военных но и чиновников учителей и даже советников во вторых один из эффектов приверженности гуси до это высокая степень самоуважения которая создавала вокруг самурая особую ау это не было магией или мистикой но человек который спокойно уверенно контролирует себя воспринимается как более авторитет в реальном мире подобная практика действительно может помочь человеку выработать спокойствие уверенность которая привлекает внимание и уважение других однако стоит отметить что в историческом контексте самураи сами нередко были порождением очень строгих правил их психологическая стойкость это не природный дар а результат жесткой самодисциплины с другой стороны следование буси до не делала их всесильными история знает много примеров когда приверженность к чести оборачивалась против самурая лишая их гибкость например в позднем феодальном периоде японии когда власть сигуната тугукава начала ослабевать самура несмотря на свою приверженность кодексу потеряли статус и стали вынуждены работать в низкоплачиваемых профессиях их строгость исследованию старейшим принципам сделали их не готовыми к переменам это показывает что в мире где общество быстро меняется не всегда работает принцип абсолютной преданности идеалам важно адаптация если человек сегодня попробует строго следовать этим правилам он конечно обретет определенный эффект развитие самоконтроля устойчивость критики умение держаться в стрессовых ситуациях важно понимать что бескомпромиссное исследование этим принципам может также привести к недостаточной гибкости эмоциональной отчужденности важно сохранять баланс брать из этой философии полезные инструменты но не отказываться от адаптации здорового самоуважения чтобы не становиться чтобы не становиться жестким изолированным от реальных потребностей человек любая ситуация общения предоставляет собой выбор мы можем выразить свое мнение прямо или наоборот сгладить углы можно решить не говорить что-то ради сохранения гармонии или наоборот прояснять недопонимание напрямую каждый раз мы выбираем между выражением своих мыслей и эмоций и уважением к чувствам собеседника этот выбор определяет не только исход разговора но и то как формируются наши отношения те правила из кодекса бусидо которых я рассказывал помогают сохранять лицо быть сдержанным скромными но при этом эффективными в общении и все же не хотелось бы идеализировать кодекс бусидо и говорить о японии как о стране с идеально налаженной коммуникацией конечно это не так у этих принципов есть и светлая и темная сторона в чем я надеюсь вы уже убедились в конце концов самураи были известны не только своей преданностью но и жестокость японцы конечно стремятся к балансу и равновесию но у них и налажен контакт всегда идеально я решил рассказать о кодексе бусидо не только для того чтобы свести общение по простому ряду правил чтобы наладить коммуникацию улучшить свои навыки мы можем взять из них положительные аспекты не уходя в крайность для применения бусидо за пределами японии его элементы такие как честность и дисциплина и уважение могут быть полезными но абсолютная преданность и жертвенность не всегда оправданы в условиях современного мира это приводит к вопросу баланса для не японцев важно понимать что ценность бусидо можно адаптировать но без радикального следования которое противоречит индивидуальным правам и ментальным здоровьем у самураев все эти принципы были направлены на первую очередь служебный господин но можно посмотреть на них и по другим углом представьте что вы самурай господин которому вы служите это вы сами важно избегать конфликтов не только с другими но и сами собой держать слово данное себе служить своим интересам и сохранять свое лицо для современного самурая оружием является не имеющая сила слова и контроль собственного видения если вам интересно погрузиться в темы контроля эмоций и поведением то в моем проекте у меня существует видео курс видео материала по контролю эмоций и вообще в целом развитие на коммуникации вы можете с ними ознакомиться чтобы узнать что стоит за повышением уверенности как развивается спокойно и хладнокровно и рациональное отношение к тревожным ситуациям в этих уроках я рассказываю как эмоции влияют на наш организм и как перестать зависеть от них трезво анализировать свое поведение за подробностями переходите по ссылке в описании если интересно также по ссылке в описании ссылка на воркшопа переговором где в условиях практики собираясь в группах мы развиваем навыки коммуникации переговоров и контроля эмоций также оставлю ссылку записывайтесь смотрите когда будет ближайшая дата ближайшего воркшопа а на этом у меня все наблюдайте за людьми чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди напишите понравилось ли вам эта рубрика и стоит ли продолжать и разбор какой культуры общество касты или чего-то другого вам интересно было бы чтоб я рассыпал до новых встреч